Мечта букиниста 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 по тропинке впереди. И я чуть помедлил, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги Кристин. Опять безрезультатно. Хуже всего было то, что я немного знал о способностях арков. Что если он ее видит, а девочка и не подозревает? И черт возьми, что будет, если я всажу пулю в эту обтянутую кожаной курткой узкую спину. Может быть, арк умрет, а может быть, с хохотом исчезнет в адском пламени или что-нибудь еще. Оставалось только шагать следом и надеяться на лучшее. За нами следят, не оборачиваясь, сказал прозрачный. Имей это в виду, если не хочешь умереть. Я не хочу умереть, я хочу увидеть Муаи, напомнил я. Не знал, что вы любите вот так разгуливать наяву. Нет, не любим, сказал он опять, не обернувшись. Но иногда приходится. Вот мы и пришли. До пещеры, которую указал мне Басим на карте, было еще около трех миль. Но арк уверенно показал мне на узкую расщелину в скале. Басим мне солгал, или арк сейчас предлагал отправиться навстречу смерти, и осторожно положил руку на пистолет. Ты хотел увидеть Муаи? Брови арка, удивленно поползли вверх. Так иди же. Я посмотрел на небо, допуская, что делаю это в последний раз, и шагнул в расщелину. Не похоже было, что ей часто пользовались. Она взросла травой и ползучим кустарником, через который было не так уж легко пробраться. Арк, идущий сзади, двигался легко, почти не производя шума. Муаи согласен увидеть тебя, вдруг сказал он. Пока тебе нечего бояться. Значит, когда я последовал приглашению прозрачного, они еще ничего не решили. Похоже, первая часть плана наконец-то выполнена. Я увижу и услышу Муаи. Дальше придется действовать по обстоятельствам. Определенные планы строить не стоило. Не успел я это подумать, как расщелина резко пошла под уклон. Я потерял равновесие, едва не растеряв волшебные предметы, съехал на несколько футов вниз. Вокруг сразу стало темно. Я позвал Арка, но ответа не дождался. Попытался выбраться обратно. Это оказалось совершенно невозможно. Под рукой вдруг оказалась выходящая вверх отвесная каменная стена, которой там просто не могло быть. Нащупывая дорогу в кромешной тьме, я все же обнаружил узкий проход и с полчаса протискивался по нему, постепенно убеждаясь, что Арки меня обманули и попросту замуровали. Однако вскоре глаза различили впереди отблески света, и я подналег, не жалея, в конец изорванного камзола и выбрался в слабо освещенную пещеру. Здесь меня ждал еще один Арк. — Как твое имя? — спросил он. — Клод Дюпон. — А твое? — Мое имя тебе ни к чему. Во всяком случае, пока. Ты прежде до этого острова встречался с Арками? — Да, я решил не врать. С Илоном из клана Восточных. Во сне. Но он мне не понравился. — Я тоже не понравлюсь, — совершенно серьезно пообещал Прозрачный. Ты нам не нравишься, значит, и мы тебе не понравимся. — Чем же я вам так не приглянулся? — спросил я, начиная всерьез злиться. — Ты же сам сказал. Тебе не понравился один из нас. К тому же ты показал свою осведомленность о трениях между нашими кланами. Наконец, ты очевидно убил Басима, который тоже никогда нам не нравился. Да что говорить? Мы вообще не любим людей. Может быть, отдашь мне предмет, ты и уйдешь. Он был ниже меня на полголовы и куда более хрупок сложением. Я освободил правую руку, аккуратно прихватил его за горло и слегка сжал, так чтобы у человека глаза помутнили. Но на арка это не подействовало. — Глупости, — прохрепел он. — Убить меня ты не сможешь. Тебе нечем меня напугать. Несколько секунд я размышлял. Не стоит ли проверить его слова. Называться бессмертным может каждый, но попробуй не умри, если у тебя, скажем, перерезано горло. Тем не менее у Басима такие фокусы проходили. Почему бы арку, даже не обладающему предметами, не уметь воскресать? Я решил не испытывать судьбу. Тем более в этом подземелье без провожатого недолго было потеряться. — Хорошо, — сказал прозрачный, когда я его отпустил и потер горло. — Значит, ты предпочитаешь говорить с Муайи. Мы не против. Вот только ты наверняка попытаешься его обмануть, человек. А обмануть Муайи невозможно. Не дожидаясь моего ответа, он пошел дальше. И вместе мы миновали еще три поворота и оказались в четырехугольном помещении с высоким потолком. Сильный свет лился из каких-то не то трещин, не то специально проделанных в стенах отверстий. Сначала мне показалось, что мы совсем близко к поверхности, но потом я заметил, что свет не солнечный. Он совсем не грел кожу. — Подожди немного, — скорее приказал, чем попросил Арк. И скрылся в узком проходе. Я пошел за ним и уткнулся в сплошную стену. Вернулся назад и снова не нашел прохода. Чтобы скоротать время, прошелся по всему квадрату. Проходов не было, лишь монолитные каменные стены. Однако как раз, когда я завершил обход, позади раздались шаги. Обернувшись, я увидел, как у противоположной стены выстраиваются пять длинноухих воинов и наводят на меня свои мушкеты. Это напоминало торжественный расстрел. Какого дьявола? Они не будут стрелять. Вместе с длинноухими в помещении непонятно каким образом оказался невысокий китаец с длинной косичкой на затылке. Английским он владел вполне прилично. Они охраняют мои проклятые демоны. Какие же они демоны? Обычные люди, не согласился я. Просто очень молчаливые. Китаец подошел ко мне и встал рядом, опершись на стену. Половина лица у него была разбита, на плече засохла кровь. Ты не слуга Муаи? Нет, я был среди тех, кто пытался вчера захватить эти пещеры, фыркнул китаец. Арки обещали, что Муаи нас не тронет. Если бы надо было просто расправиться с длинноухими, мы бы быстро справились. Вот эти пятеро, кажется, последние, кто остался в живых. Но потом Муаи решил принять сторону контики. Я не стал никак комментировать его слова. Скорее всего, Муаи нас слышал, и прозрачные наверняка тоже. Ничего, многим удалось отступить за хребет к морю, ворчал китаец. Они еще вернутся. Вынужден тебя расстроить. Я решил, что это не секрет. Вернуться они смогут, только если сюда доставят их замороженные тела. Они, кажется, за ночь еще не оттаяли толком. Кстати, меня зовут Клод Дюпон. Зови меня просто Ли, если тебе зачем-то нужно меня как-то звать. Лишенный последней надежды на спасение, китаец опустился на корточки. Уже все равно. Ты слышишь меня, Клод Дюпон? Зачем ты хотел меня слышать? Я потряс головой, пытаясь понять, звучал этот голос в камере или только в моей голове. Так и не понял. Зато сообразил, что откуда-то знаю, что это помещение называется камерой Маи. Ответь ему, вяло посоветовал китаец. Я ни слова не разобрал, но понял, что Маи говорит с тобой. Да, это очень походило на то, что описывал мне Басим. Я открыл было рот, но снова услышал. Не говори со мной. Думай со мной. Я буду слышать. Больше никто. Я... Чёртова тварь. Я пришёл, чтобы... Басим... Нет. Я принёс тебе волшебные предметы. Вы пробовали когда-нибудь думать нечто определённое, не думая больше ни о чём? Как я не гнал мысли? И Кристин, возможно, находившиеся где-то недалеко, и обездвиженный Басим лезли в голову. И чем больше я старался о них не думать, тем хуже это получалось. Маи молчал. Наверное, копался в моих мыслях. От злости я начал твердить. Проклятие. 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 Это помогло. Ты принёс мне много предметов. Я посылал за ними Басима. Это всё равно. Ты принёс. Отдай их моим слугам. Нет. Я хочу отдать их тебе сам. Я хочу тебя увидеть. Проклятие. 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 Я заслужил увидеть тебя. Понять тебя. Ты пытаешься скрыть мысли. Таковы люди. Но я уже знаю тебя. Мысли не главные в человеке. Клод Диплом. Ты нравишься мне. Не могу сказать, что мне понравилось это заявление Маи. Басим ему тоже понравился. Значит, в нас и правда много общего. Я немного разозлился и тогда ушёл страх. Шпага и пистолеты были всё ещё при мне. И даже предметов полная шляпа. Жаль, что пользоваться большинством из них я не умел. И не знал даже, какими свойствами они обладают. Хорошо. Я открою тебе путь из камеры моей ко мне. Арки будут очень недовольны. Но я хочу, чтобы ты замерил мне, Басима. Иди вперёд. Позади длинноухих открылся проход. Явно немного смущённые, они расступились. Когда я пошёл, китаец вдруг подскочил и зашагал следом. Мои... Он не помешает нам? Нет. Он же разочаровался в том, зачем сюда явился. Я думаю, он будет жить. Краем глаза я заметил, что в камере моей появились арки. Двое или трое. Но если они и хотели меня остановить, то не успели. Стены сомкнулись за нами в один миг. Просто за спиной появился монолит. А потом такой же монолит передо мной исчез. И тогда я увидел. Это можно было бы назвать, наверное, бассейном. Впрочем, моё предположение очень условно, ведь я не знал, какова его глубина. Меня поразило то, что заполняло бассейн, который в длину и ширину был никак не менее ста футов. Это была рыхлая, зеленовато-жёлтая субстанция, не похожая ни на что. Она медленно кипела. Иначе я назвать это не могу. Пузыри размером с мою голову не спеша появлялись, вырастали примерно за минуту и с негромким звуком лопались. Субстанция была полупрозрачная. Я видел в глубине какие-то багровые и синие пятна. Они перемещались тоже, не спеша. И всё это напоминало огромную кастрюлю с каким-то чудовищным супом. Ты видел меня. Ты довольна. Когда мой И говорил, на меня поверило холодом прямо из бассейна. И я стоял потрясённый. Не знаю, что я ожидал увидеть. Но то, что было передо мной. И я не мог убить ни сабли, ни пули. Как бы метко не стрелял? Я вообще не мог его убить. Тут требовалась работа большого количества людей. Может быть, несколько бочонков пороха могли бы уничтожить мои. Но как его сюда доставить? Одного моего дыхания достаточно, чтобы заморозить не только тебя, но и взрыв. Замороженный взрыв ты не видел. Никогда. Зато я видел замороженные кипения. И это чудовище знало мои мысли. В буквальном смысле. Видело меня насквозь. Почему я готов это любить, то ли заставить моей работать на меня, до сих пор жив? Ты нужен мне. Ты победил, Басима. Значит, ты лучше, Басима. Ты предпочтешь смерть или службу? Службу. Я буду служить тебе мысленно, соврал я и понял, что я об этом тут же подумал. Вернись в камеру мои. Забери с собой другого. Я обернулся и увидел опять бесшумно разверзнувшийся проход. Прихватив под локоть впавшего в ступор китайца, я вернулся в помещение, где ждали меня длинноухи и арки. Прозрачные выглядели немного обескураженными. Если они раньше только догадывались о том, что мои может сговориться с людьми, то теперь, наверное, знали это твердо. Мои, позвал я в мыслях. Мои. На берегу меня ждут друзья. Они... Я знаю. Знаю всех, о ком ты помнишь, Клок Дюпон. Я не трону их, если и они будут мне служить. Я защищу вас от арков, если вы защитите меня от людей. Это договор. А что скажет другой? Я сначала не понял, о ком речь. Потом вспомнил Али. Он застыл с вытаращенными глазами и беззвучно шевелил губами. Он пойдет с тобой, Клок Дюпон. Будет служить. Теперь отдай аркам предметы. Они вернут их в хранилище. Я опустил голову, в последний раз глядя на шляпу, почти полную сокровищ. Однако, за доверие надо платить. Я добился, чего хотел, и теперь мечтал выбраться за линию фигур Мои, чтобы все хорошенько обдумать. Вздохнув, я протянул шляпу ближайшему арку. Он схватил ее с некоторым нетерпением, а еще через миг арки будто испарились из камеры Мои. Вместе с предметами и шляпой, которые я им отдавать не собирался. В открывшийся проход один за другим вышли длинноухи. Мы с китайцем переглянулись, что дальше. Слушайте, люди, у меня мало сил. Я так стар, что вы не сможете себе этого представить. Мои сил мало не от старости. Я устал, чтобы отдохнуть. Мне нужна защита, чтобы стать сильнее. Мне нужны предметы и береговые фигуры. Мне нужны рабы, чтобы завершить линию. Они должны дать все это мне. Я отдал вам золото. Используйте его. Золото? Я слышал мысль китайца. Да и сам он удивленно смотрел на меня. Какое золото? Где? В трюмах корабля, на котором прибыл Клод Дюпон. Я позволил взять его в храме. Пусть его используют для покупки рабов и постройки линий фигур. Тогда я смогу защищать себя сам. И вы пойдете собирать предметы для хранища. Все предметы однажды должны оказаться там. Но зачем? И как же клан Кунтики? Ты изгонишь их? Со временем. Пока есть вещи, которые могут лишить. Я не в силах открыть хранилище сам. Предметы должны собраться там. То ли Баффин плохо понимал слова Майи, то ли говорил он с нами по-разному. И я не собирался ему служить. И чувствовал, что Майи знает это. Выходило, что чудовище такое положение вещей вполне устраивало. Попытаться разобраться в его целях и способах достижения этих целей показалось мне смешным. Ты в самом деле можешь заморозить всю Землю и океаны. Это случится обязательно. Я знаю. Я вижу. Но много веков пройдет, прежде чем люди не смогут жить на Земле и покинут ее. До той поры будет построен большой храм. С помощью золота, что хранится в малом храме, который ты видел. Настанут времена, когда все можно будет купить. Тогда предметы вернутся в хранилище. И мощная будет велика. Все предметы. Почти. Я знаю, как надо поступить. Наконец-то у меня голова начала работать. Нужно вернуть наш корабль в то время, из которого он начал путешествие. Там они купят нужное количество рабов и привезут на остров. Ты ведь сможешь забрать их из прошлого? Человек не поймет, смогу или нет. Забудь про это пока. Скоро настанет год 1774 для людей. До него близко к вашему кораблю. До него у моей хватит сил. Других помощников нет. Придут враги с запада. Победите их. Уничтожите. И наш договор заключен. Такой вариант меня не слишком устраивал. Совершенно неожиданно Кристин с командой и теперь перемещались не назад в свое время, в добрый и спокойный 17 век, а еще на пару лет вперед. Истерзанному кораблю, на котором и команды-то почти не осталось, предстояло снова принять бой. Мои, прошу тебя, не только ты устал и обессилел. Дай мне хотя бы предметы для сражения. Предметы нужны в хранилище. Иначе не будет сил. Вы должны отправиться на встречу с западным. Иначе изменится все. Но мы погибнем. Смерть или служба, Клод Депон? Выбирай к службу, приятель. В Торксов наш разговор китаец. Если уж в этот раз выживем, то может и в следующий раз повезет. Я молчал. Что я буду говорить Кристин? И где вообще она сама? Ты согласен. Я начинаю перенос корабля в будущее. Скоро оба могут идти. Пока идут арки. Одновременно с последней фразой в стене опять возник проход. И в комнату вошли длинноухие, волочившие за собой Моник. Последними появились двое арков, спокойные и, кажется, даже довольные. Великий Мои, останови, что начал. Эта женщина пришла сама и хочет сказать кое-что. Длинноухие, повинуясь жесту прозрачного, вытолкнули Моник на середину камеры. Тяжело дыша, она помахала мне рукой. Не ожидала видеть меня здесь, Клод? Скажи великому Мои, зачем ты пришла? Прикрикнул на Нью-Йорк. Этот человек напал на твоего слугу, Мои, загласила Моник, тыча в меня пальцем. Басим взывает о помощи. Он на корабле возле южного берега. Басим не может двигаться. Его сковал лунный лед. Убей этого человека, Мои, и спаси Басима. Я тоже твоя верная слуга. В конце своей речи Моник решила упасть на колени, но не видела, где, собственно, находятся великие Мои. Поэтому, покрутившись, рухнула перед арками. Мои молчал. Лунный холод? Арки, кажется, были поражены. Часть силы великого Мои покидала остров. Где предмет, Клод Дюпон? Ты не отдал его нам. И верная не отдал. Фигурка Моржа по-прежнему лежала у меня в кармане. Моник вскочила и подбежала ко мне. Он лежит где-то в кармане, уверенно крикнула она и принялась меня обыскивать. Я оттолкнул Моник в сторону и сам достал фигурку Моржа. Она выхватила ее и, прихрамывая, отнесла к Аркаму. Один из них тут же сорвал с Моржа волос Басима и вышел с фигуркой из камеры. Она могла помочь в бою за Мои, сказал я. Мои нужны силы. Воевать будете вы, зло ответил оставшийся Арк. Твое решение, великий Мои. Клод Дюкон, мой слуга, если исполнит порученное. Так же и все, кто с ним. Женщина и другой человек тоже. Я не понял, устроил или Арка такое решение. Но он, а вслед за ним и длинноухие, покинули камеру Мои. Китаец тронул меня за руку и указал на другой проход. Кажется, нам пора уходить. Идем. А ты, Моник, можешь остаться здесь? Мы все трое вышли на склон вулкана менее чем за четверть часа. Пещеры не имели постоянного вида. Их, похоже, ежеминутно строила и разрушала магия арков. Продолжение на сайте мечтабухиниста.рф Субтитры создавал DimaTorzok